Глава сороковая. Сверхзвуковой радиоактивный удар. Часть первая. Если ты чувствуешь себя одиноко и все еще ищешь настоящих друзей, просто посмотри в небо. Кто знает, может вы смотрите на одну и ту же радугу. Потеря. Война пришла с громом и смертью, и вся эквистрийская пустошь была в трауре. В этот темнейший час все мы молились о лучике света. Все мы понесли потери. Я и мои друзья потеряли одного из нас, Стил Хуза. Он наконец-то обрел покой, воссоединившийся со своей возлюбленной Эпплджек и их жеребенком в ином мире. Но я ощущала, что его уход оставил зияющую рану в моей душе. Ничто не могло заполнить ту пустоту, что образовалась в нашей группе на месте Стил Хуза. Призрак его смерти навис над всеми нами, заслоняя собой все наши личные лишения, делая нас еще более уязвимыми и слабыми. Я боролась с потерей самой себя. Я больше не была собой, не была Литтл Пипп. Я была чужаком в собственном теле, превратившимся в нечто совершенно отличное от пони. И я была чужаком в собственном разуме, не зная правды о том, что сделала. Слова Вильвет ранили не потому, что она была жестока, а потому, что она была права. Взрыв жарбомбы был чудовищным злодеянием. И тем не менее, как уверяла Вильвет Ремеди, это было необходимо сделать. Возможно, я просто не задумывалась о последствиях. Или они не волновали меня. Без моих воспоминаний я не могла сказать точно. Стил Хуз поплатился за это. Он расстался с жизнью из-за того, что я сделала. Я знала, что никогда не стала бы смотреть те воспоминания. Но, может, за исключением восьмого шара, моя душа жаждала каждого исцеляющего прикосновения Хаммейдж, но не другие. Я не хотела знать, насколько хорошо я все осознавала. Я бы не вынесла, если бы выяснилось, что я предвидела все это заранее. Это стало бы окончательной и бесповоротной потери себе. Вильвет Ремеди страдал от потери веры. Ей было больнее, чем любому из нас, потому что она потеряла все, во что верила. Пустошь была слишком холодным, жестоким и отвратительным местом для любой пони. А уж тем более для той, чья душа была полна доброты и заботы о ближних. Чьим основным желанием было помочь, излечить, сделать лучше. Для нее не имело значения, были ли страдающие существа пони, зебры или монстром. Друзья, незнакомцы, враги. В глазах Вильвет Ремеди все были достойны сострадания. Я помнила, как она пыталась помочь адской гончии и облегчить страдания умирающего Оликорна. Вильвет Ремеди выдержала все, что Эквистрийская пустошь обрушила на нее, пусть и давая иногда послабление, но ее вера в то, что помощи достойны абсолютно все, была непоколебима. И она продолжала верить в это, борясь с отчаянием и уродством пустоши своими внутренними демонами, цепляясь за ее личную религию Флаттершай. Доброта кобылы мира была ее защитой и опорой. Но теперь, когда воспоминания Стилхуза открыли ей истину, эта опора рухнула. И она тонула. Каламити боролся с потерей всего, что было ему дорого, и он чувствовал, что проигрывает эту битву. Один из его друзей уже был мертв, и он видел, как те, кем он особенно дорожил, включая его любимую, ускользают, теряясь во тьме своих страданий. Но этот страх был ничем по сравнению с разрушением его собственного мира. После встречи с одним из братьев Каламити, который, похоже, был не самым худшим членом его семьи, я по-новому взглянула на политику Каламити и его реакцию на Бреклинский крест. Каламити был моим лучшим другом, но только сейчас я по-настоящему начала узнавать и понимать его. И сейчас Анклав спустился на нас с операцией выжигания. Одно дело быть несогласным с политикой Анклава, и покинуть его, и совсем другое быть свидетелем тому, как Анклав стал величайшей угрозой для Эквестрии. Как и мы, рейнджеры Эплджек потеряли Стилхуза. Он был их старейшиной, их стержнем, пони, собравшим их вместе, давшим им толчок. Теперь юные силы добра сами вели мучительную борьбу за выживание. И так было не только с нами. Страдала вся Эквестрийская пустошь. С разрушением Контерлота пони и пустоши потеряли величайший символ легендарной эпохи мира и спокойствия, которые царили до войны. Со смертью Стилхуза и разрушением этого города как будто прервалась последняя нить, связывающая прошлое с настоящим. Доказательство того, что мы когда-то имели. Робкое обещание, что мы, возможно, могли бы получить это снова. Теперь мы дрейфовали в море тьмы. В тот же самый день пустошь лишилась больше, чем символы. В кровавой резне мы потеряли город дружбы. Один из величайших центров культуры пони. Мы потеряли маленький островок мира в пустоши. Мы потеряли уверенность в том, что хотя бы укрывшиеся за стенами укрепленного города увидят новый день. По всей Эквестрии пони оплакивали умерших и страшились за живых. И словно эти раны были недостаточно глубоки, пони и пустоши потеряли еще и голос, который взывал к ним в темноте, открывая правду и дарил надежду. Голос Диджея Понтри. Но хотя бы эта потеря не была невосполнимой. Хаммейдж была где-то там, боролась, и голос Диджея Понтри мог иногда прорваться сквозь тьму, даря искру света, хоть и ненадолго. И даже наши враги понесли большие потери. Аликорны потеряли свою богиню, их проводника и наставника. Они потеряли связь, объединившую их, дававшую им цель. Голос, которому они подчинялись, который постоянно звучал в их головах, пропал. И многие из них начинали терять рассудок. Сердце цивилизации адских гонщиков, самых жестоких и смертоносных тварей на пустоши, было разорвано на кусочки. А большая часть их популяции просто испарилась с единой вспышки зеленого некромантического пламени. Очень привязанные к дому они потеряли его. Даже Анклав понес потери. Они потеряли одного из своих лидеров и очень многих своих пони в той отвратительной, трусливой, террористической атаке. Сколь многие их зверские убийства были поражены горем и гневом раненой расы. Операция выжигания стоила им больше, чем они готовы были потерять. Они не ожидали сопротивления ни от врагов, ни тем более от своих. Пегасы столкнулись не только с потерей солдат, но и с потерей веры, идеалов. И чем дольше они тут находились, тем хуже становилось для них. Из всей пустоши, возможно, только Красный Глаз еще ничего не потерял. Но это скоро изменится. Потери. Они не делают нас лучше или хуже, хотя и могут. Не показывают нам, кто мы есть на самом деле. Просто... просто причиняют боль. Перед их лицом все равны. Даже самый садистский рейдер, не способный к сочувствию, наслаждающийся созерцанием боли других, будет страдать от своих потерь. В черной яме потерь Мы все молили о свете. Дидзидду взорвалась, и взрыв был колоссальным. Чудесное. Зеленевато-золотое сияние в самом центре было столь ярким, что едва не обожгло мне глаза, и эта вспышка еще долго стояла перед ними, даже когда я отвернулась. Из эпицентра взрыва вместе со взрывной волной во все стороны разошлось кольцо света, всех цветов спектра. Но таких странных оттенков, что казалось токсичной радугой. Ракеты, что преследовали Дидзидду, отбросило назад, и они взорвались в считанных метрах от нее. Жидкое содержимое ракет разлетелось в стороны шлейфом жуткого адского пламени, заполнив огнем все небо над Дидзидду и под ней. Хотя в нее ракеты и не попали, прогремевший двойной взрыв отбросил гуля, словно какую-то тряпку, и тело Дидзидду, усеяное осколками, либо без сознания, либо уже мертвое, кувыркаясь в воздухе, резко стремилась вниз. Ее сияние потухло. Но агония и энергия, которыми вспыхнули ракеты, были едва заметны за той яростью, что только что высвободила Дидзидду, и их жалкие взрывы потонули в оглушительном грохоте ее достижения. Взрывная волна промщалась по небу, сорвав пару крыш с тех домов новые плузы, что не были сделаны из вагонов, и разбросала во все стороны обломки и бывших в воздухе пегасов анклава. «Ну, есть только один способ очистить такую большую территорию так быстро», — сказал Николай Митя, когда я спросила, можно ли избавиться от облачной завесы. «Это сверхзвуковой радужный удар». Я еще не вполне осознала тот поразительный факт, свидетелем, чего сейчас была, как взрывная волна отбросила все четыре раптора анклава от города, а кольцо неземного света пронеслось мимо них, унеся прочь окружавшие их облака. Они использовались в рапторах как рабочие компоненты всех систем, компьютеров, конструктивных элементов, а грозовые тучи держали их в воздухе. Величественные военные корабли анклава падали на землю, рассыпаясь на части. Три рухнули прямо за стенами города, четвертый отнесло не так далеко, и его остов опускался прямо на дома и других пони, но его вовремя подхватило поле левитации карамельного цвета и сдвинуло в сторону ровно настолько, что он упал на прочное сооружение из торговых вагонов прямо рядом с таверной шлагбаум. Хотя все мои мысли вертелись вокруг названия этого феноменального зрелища, я метнула с магией Дидзиду и бросила телекинетические силки под ее обмякшее тело, крепко обхватив. Она падала так быстро, что все равно разбилась бы, но я не могла просто стоять в стороне. Вокруг моего поля левитации возникли еще два. Одно мощное, знакомого карамельного цвета, а второе тусклое, бледно-серебристое, но даже втроем мы не смогли остановить ее падение, а только немного замедлили. Ровно настолько, чтобы ее поймал Каламити. В тот самый момент, когда Каламити, прорываясь через наши левитационные поля, с вытянутыми передними ногами подхватил тело Дидзиду, взрывная волна достигла небес, разорвав облачную завесу. Солнечный свет, чистейший и сияющий, так ослепительно, что и представить невозможно, озарил новую плузу своим теплом. Чувство было такое, будто сама Селестия снизошла с небес и заключила город в свое объятие. Воздух переливался разными цветами. Тяжелые грозовые тучи высвобождали свою ярость, тая на глазах. Моя пип-нога тихонько затрещала. Дождь был радиоактивен, токсичен. Позже я узнала, сколько всего еще сделало волшебство Дидзиду. В стенах новой плузы ксенит стоял на краю дорожки из металлолома. Откинув капюшон плаща, я зачарованно глядела на чудо в небе над нами. Это зрелище настолько увлекло ее, что она не заметила маленькую кобылку лавандового цвета, чей заново отросший рог сиял бледно-серебряным светом. Она проскочила между ног ксенит и галопом припустила к только приземлившемуся каламите. И лишь тогда уши ксенит уловили ее счастливый крик. «Мамочка!» Сверхзвуковой радиоактивный удар Дидзиду не ограничился одной лишь новой плузой. Я поворачивал, взглядя на все расширяющееся кольцо взрыва, на радугу восхитительных и вместе с тем неестественных цветов, а вслед за ней неслась взрывная волна, поднимая на своем пути пыль и обломки словно ураган. Сверхзвуковой радиоактивный удар пронес над вечно диким лесом, очистив небо над ним от дыма и раздув те языки пламени, что не погасил. Взрывная волна тряхнула окна собора. Уверена, в тот момент красный глаз отвлекся от своих дел, чтобы выглянуть в окно, поняв, что только что произошло нечто очень важное. Удар был ощутим и в Паневиле, отчего выскочившие на улицы города поселенцы забились под землю. Токсичная радуга вспыхнула над прекрасной долиной, погнав перед собой ветер полной чудовищной радиации. Сквозь пелену облаков, сделавших все небо, пробилось зарево необычного цвета. Скорбевшая перед холодным надгробием угольно-черная единорожка взглянула на его отражение в озере позади хижины Стилхуза. Громоподобный грохот сверзукового радиоактивного удара отозвался эхом и в каньонах мейнхэттенских руин. Стоя у окна в башне Тенпони, коричневого в яблоках единорог, со свитком на боку увидел, как на город вдали пролился солнечный свет, и один из лучей отразился в его очках. Даже среди холодных, продуваемых всеми ветрами утесов разбитого копыта, где из темных туч валил летний снег, на мониторах внутри центральной станции башни разбитого копыта увидели радиационный удар Дидзидду, озревший часть горизонта вспышкой необычного сияния. А прямо рядом со стенами Новые Плузы маленькая единорожка с пипбаком на боку почувствовала, как у нее в голове кусочки всего этого невероятного пазла наконец встают на свои места. Всю свою жизнь я искала свое признание, смысл своего существования. В юности я томилась от желания поскорее получить свою кьюти-марку, чтобы узнать, чем же я отличаюсь от других, чем же я лучше, и было ли во мне хоть что-нибудь особенное. Вне стоило. Мои поиски вытекли в длинательное скитание, в которое я отправилась ради того, чтобы обрести добродетели в конечном итоге свое место в этой необъятной и жестокой пустоши. Теперь, в свете солнца, подаренного Дидзиду, я увидела его. С каждым кусочком пазла, встающим на свое место, я все четче осознавала свою цель. Цель, что я всю свою жизнь так жаждала найти. Я левитировала себя через стену новой плузы. Плевать я хотела на изгнание из города. Сейчас было не до того. Каламити приземлился внутри с Дидзиду. Мое сердце вопило, я не знала, жива она или нет. Два дня назад я уже потеряла стилхуза. Навряд ли я смогла бы перенести потерю еще одного друга. Слишком быстро. Я опустилась среди луж и поскакала к Каламити, сидевшему на железнодорожном рельсе, купаясь в лучах солнца, и Дидзиду, лежавшую на его передних ногах. Гной вытекала из ее бесчисленных ран. Сильвербелл и Ксенид стояли рядом, вокруг них собралась большая толпа. Если Рейлрайт решит вышвырнуть меня, пускай только попробует, подумала я. Сердце тяжело стучало, когда добежало до Каламити. Со слезами на глаза, взглянув на Гуле Пегаску, я взмолилась Селестии и Луне, чтобы она лишь только пошевелилась. Показала, что жива! В голове всплыла картина, как Вильведь Ремиди держит стилхуза, и я не смогла сдержать рыдание. Шерстка была неприятно мокрая от дождя, но тепло солнца и его чистый свет были слишком чудесны, чтобы прятаться внутри. Мой взгляд поднялся вверх, к зияющему провалу чистейшего голубого цвета и утонул в этой перевернутой бездне, совершенно не похожей на то страшное ночное небо, которое я увидела в просвет между облаками в первый день в пустоши. Сейчас оно было прекрасным и безграничным, и одного взгляда на него было достаточно, чтобы развеять одолевшие меня раньше ужасы. — Нет! — тихонько скулила я, обращаясь к самой себе и богиням. — Пожалуйста, нет! Она должна выжить! Она должна это увидеть! Она заслуживает увидеть это! — Да! — пони новые плузы выходили из домов и магазинов, где прятались. Все смотрели на небо, впервые в жизни увидев солнце. Большинство выглядело как после контузии, но один за другим многие начали улыбаться. Несколько цветных пятнышек закружились в голубом небе. Некоторые начали спускаться, гоняясь друг за другом. Это были пони-пегасы, из мира над пеленой облаков, собравшиеся посмотреть на невиданный доселе феномен. — Что? Что это было? — спросил жеребец где-то слева от меня. — По-моему, Дидзиду только что спасла нас! — ответила тому кобыла. Я наблюдала за тем, как пегасы, движимые любопытством, нерешительно спускались к новой плузе. Эти разноцветные крылатые пони совсем не походили на солдат Анклава. Они не были одеты в черные, их движения не таили в себе угрозы. — Они неплохие пони, льтл пип! — раздался тихий голос Каламити в моей голове. — Если бы большинство пони сверху понимало, что тут внизу творится, они бы уже давно послали в задницу этот хренов Анклав и отправились на помощь. — Надеюсь, что это так, — подумала я, вновь обратив взор на Дидзиду. Сильвер Белл шагнула вперед и осторожно касалась ее хныкая. Тык, ой! — Ма... мамочка! — Он богиня! — Прошу, только не это! Позади меня голос маленького же ребенка взывал к своей матери. — Ма, ты видела это? Видела? Дерпи спасла нас! И Дерпи поранилась! — Да, тролли! — мягко сказала мать же ребенка. — Я видела! Она заслуживала увидеть все это. Я рыдала, молилась. Слезы наполняли мои глаза, затуманивая взгляд. Дидзиду продолжала лежать неподвижно. — Пожалуйста! Едва заметное движение. Дрожание глаз. Вдруг один повернулся и уставился прямо на Сильвер Белл. Потом Дидзиду прошептала что-то. Что-то едва понятное, но, как показалось мне, даже, несмотря на то, что у нее нет языка, это было очень похоже на... Прости, милая мама, просто вздремнула. Я рухнула на землю, разразившись рыданиями, даже большими, чем когда-либо. Но в этот раз я плакала от радости и облегчения. Дидзиду была жива! — Мамочка! Сильвер Белл, подскочив, обняла истекающую сукровицу Гуля. Будучи слишком слабой, чтобы двигаться, Пегаска приобняла восторженную кобылку крыльями. — Мамочка! — радостно застороторила маленькая единорожка. — Ты сделала все таким красивым! Солнечный свет обволакивал нас, а на горизонте позади токсичная радуга рассеивалась, постепенно исчезая. Сильвер Белл забралась на Дидзиду, ее копытцы скользили по гною, истекающему из многочисленных ран отважной Пегаски. Я обернула их в магический кокон и левитировала к магазину Дидзиду, где рядом уселась Пейерлайт на бочку для сбора дождевой воды. Мы должны были отнести ее внутрь, я знала это. — Положите ее рядом с Пейерлайт, найти бинты, бинты лежали внутри, они должны были быть там, это ведь абсолютно все! — Простыть ты меня! — сказала Ксенит. — Я пыталась не пускать ее наружу, но ваша дочь оказалась хитрее. — Ты вернулась домой, мамочка! — взмолилась Сильвер Белл. — Мисс Ксенит хорошая, но она не мамочка! Кобыла, понизив голос, прошептала в изорванное отвратительное ухо. — Она немного жутковата! — Глаза Ксенит расширились на мгновение, но уже через секунду она смотрела вдаль, как ни в чем не бывало. Слова Сильвер Белл лишь сильнее убедили ее в том, что она не могла быть хорошей матерью для своей дочери. Я поморщилась, хотя понимала, что Сильвер Белл не хотела никого обидеть. Я могла только догадываться, насколько странной отчужденной была для нее Ксенит. Даже сейчас зебра была одета в свой плащ-невидимку. Вероятно, большую часть времени, проведенного с кобылкой, Ксенит была невидима, чтобы не сталкиваться с городскими пони. Но все равно эти слова ранили ее. Искосо смотря на малышку, Ксенит предложила. — Вы не думаете насчет того, чтобы обучить ее стилю падшего Цезаря? Вдруг я осознала, что мне хочется больше узнать о своей полосытой подруге, о ее воспитании, о ее бывшем племени. Ведь ее ответом верткому же ребенку стало предложение отточить навыки убийств и калечения. Дидзиду покачала головой и вновь обняла Сильвер Белл своими крыльями. Дозиметр в моей пип-ноге все еще щелкал, но я не могла точно сказать, реагировал ли он так на Дидзиду, или же на воду в луже под ней. Я подозревала, что Пегаска все еще была радиоактивна, даже после сверхзвукового радиоактивного удара, но уровень, излучаемый ею радиацией, был не опасен для маленькой единорожки. Ничего такого, отчего антирадин «бэээ» не помог бы. А сейчас им просто нужно было побыть вместе. Щелканье участилось, когда паерлайт уселась на мою голову. Не дожидаясь нашего приглашения, Жарфиник сама устроила для раненого Гуля ванну в зелено-золотом свете радиации. — Не, — настаивал на своем Сильвербелл, — я буду художницей. Видите? Лавандового цвета кобылка указала куда-то копытом. Я проследила за направлением ее ноги, и мой взгляд упал на один из ближе стоящих домов-контейнеров, на котором было грубое, но красочное изображение новой плузы. Настоящая фреска! Я прошла взглядом по городу, разглядывая его впервые с момента моего последнего визита. Рисунок на контейнере был не единственным. Детские росписи были повсюду — на вагонах, бочках, машинах, везде, где только народ и плузы позволял Сильвербелл творить. По рисункам можно было проследить то, как она училась рисовать. В свете закатного солнца ее картины и без того яркие делали город, похоже, самым привлекательным местом на пустоши. Свет искрился на поверхности зараженных уш. Солнце приятно гряло мою шерстку, я чувствовала, как теплые лучи притронулись к моей душе, как солнечный свет прорвался через завесу потери страданий, которые копились все это время. Свет солнца вновь зажег надежду, и вся тьма прошлых дней казалась не столь значимой. Но и сердце жалось от боли, жалея о том, что Стил Хувза больше нет с нами. Я бы хотела, чтобы он увидел это. Диковатого вида пони с шипастой гривой и кьюти-маркой в форме черепа, пронзенного окровавленным клинком, проскакал мимо меня, держа дробовик в зубах. Я проследил за тем, как он добежал до одной из упавших пегасок Анклава. Она пыталась встать, когда жеребец, вставая на дыбы, с размаху ударил ее по голове, бросая обратно на землю. ЛИФАТЬ! Окуляр костюма пегаски был разбит, и я смогла разглядеть ее пурпурный глаз, смотрящий на пони с ужасом. Жеребец приставил дробовик к крылу кобылы, продолжая придавливать копытом ее голову и не забывая при этом приглядывать за смертельным хвостом. Я услышал скрежет металла, когда еще один пегас, облаченный в зловещей черной доспехе, выбрался из-под груда обломков, которая до этого была сараем. Что-то затмило солнечный свет надо мной, и, подняв голову, я увидел трех пегасов, перелетевших через стену и зависших над городом. Вся новая Эплуза стояла в молчаливом благоговении. Стар и млад повалил на улицу из своих домов, чтобы полюбоваться на небо, искупаться в живительных лучах солнечного света. Пегас и Анклава жили над облаками всю свою жизнь. Всю жизнь они провели под ярким солнцем, и потому сейчас не обращали на него внимания. Все, что они видели, это город, который снова нанес им сокрушительный удар. Бой еще не кончился. Бзык! Бзык! Только я присела в дверном проеме абсолютно всего, как лучи яркого света ударили в косяк, превращая входную дверь Дидзиду в кучу золы. Жар, пышущий от плавящейся двери, опалил мою шерстку. Снаружи царил хаос. Мы сражались при солнечном свете, и это казалось абсолютно неправильным, постыдным. Маленькая пони в моей голове волновалась, что горожане начнут ассоциировать что-то столь прекрасное, как солнечный свет, с отвратительными ужасами войны. Я воспользовался телекинезом, пытаясь пристроить наушник в свое ухо, одновременно отстреливаясь из малого макинтоша. Верный револьвер Эпплджек был единственным оружием, которое у меня оставалось. Я с сожалением вспомнила, что мои снайперские и зебринские винтовки до сих пор оставались запертыми в ящике где-то в Мейнхэттене, если, конечно, их еще не стащили. Цели миссии прежние! Возник голос жеребца на военной частоте Анклава. Я была почти уверена, что он транслировался с одного из битых рапторов. Новая Плуза была атакована десятком солдат Анклава вместо ожидавшихся сотен, позволяя предполагать, что либо Пегас из тех рапторов были до сих пор заперты внутри, либо за городскими стенами развернулась борьба между силами самого Анклава. Мы здесь, чтобы избавить Эквестрию от этого рассадника террористов! Будьте стойкими, солдаты! Во имя Совета! Во имя Анклава! Пегаска в черной броне бросила заперевернутую педальную повозку. Одна из моих пуль разбрызгала лужу позади нее, другая обрела покой в деревянном каркасе транспортного средства. Пегаска, захлопав крыльями, взлетела, снова открывая огонь. Гарифон, телохранитель Дидзиду, подхватил грозовую винтовку и скрылся наверху. Каламити был чуть дальше, в магазине, вместе с Пайрлайта, храняя Дидзиду, пока Сильвербелл несла медикаменты. Я оглянулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как кобылка лавандового цвета опасно балансирует на нескольких коробках, пытаясь дотянуться до ключа, лежавшего на верхней полке. Я сумела поймать и малышку, и ключ, когда весь стеллаж обрушился вниз, рассыпая повсюду фотокамеры и плюшевых мишек. Отлегшись, я дала атакующий мне пегаский шанс, которым она не переменула воспользоваться. Я крякнул от боли, когда мне обожгло бок, но контрлотская полицейская броня спасла меня от серьезных повреждений. КРАК! Белая молния дугой сверкнула из окна второго этажа надо мной. Пегаска повалилась с криком, ее черная силовая броня дымилась. Возможно, она была еще жива, но ее броня, лишенная матрицей заклинаний, была слишком тяжела, чтобы двигаться в ней. На расстоянии могла видеть тело жеребца, смахивающего на рейдера, и фиолетовые глаза пегаски анклава. Они упали рядом, обменявшись смертельными ударами. Ее фиолетовые глаза безжизненно уставились в пустоту. Его тело было пронзено лезвием ее хвоста. — Тролли, а ну сейчас же внутрь! — раздался откуда-то левее снаружи голос. В панике я выскочил за дверь, слишком много смертей и жеребят я видела. Я чувствовала вес бутылки с прахом в одной из седельных сумок и не могла допустить, чтобы что-нибудь случилось и с этим маленьким жеребенком. Мать тролли, чья соломенная шляпа и цветастое платье были пропитаны радиоактивными осадками, стояла между солдатом анклава и своим жеребенком. У нее не было оружия, но она стояла твердо, заслоняя собой сына, который, выскочив из своего укрытия за ее ногами, побежал к ближайшей открытой двери. Я взяла пегаса на мушку в тот самый момент, когда магическое оружие на его броне затрещало, готовясь к стрельбе. — Ну неужели ни дня не может пройти без того, чтобы я убила другого пони? Печально взмолилась к пустоши маленькая пони у меня в голове. Белосиняя полоса ударила в землю между матерью и солдатом анклава одновременно с его выстрелами. Белая пегаска с гривой и хвостом всех оттенков синего приземлилась лицом к лицу солдата анклава. Она открыла рот, но прежде чем успела сказать хоть слово, один из лучей смертоносной энергии ударил ей в грудь. Второй выстрел прошел сквозь шляпку матери, превращая головной убор в пепел. — Бах! Бах! Щелк! Мои выстрелы пошатнули пегаса анклава. Одна пуля пронзила его броню, пока белая пегаска падала на землю. Судя по ее прерывистому дыханию, выстрел прожег, а возможно и испарил одно из ее легких. Я поймала себя на том, что взываю к влеведре меди, но быстро вспомнила, что ее не было с нами. У пегаса анклава застыл ошеломленный, глядя на стонущую белую пегаску. — Командующий, у нас тут гражданский! — звучал новый голос на военной чистоте анклава. — Предлагаю отвезти войска для проведения операции «Облачный занавес». Я забралась обратно в укрытие, перезряжая Мало Макинтош, когда знакомый жеребец Света Хаки с ванильной гривой выбежал из соседнего вагана и упал рядом с белой пегаской, один из трех молодых героев, которых мы встретили у домика Флаттершай. — Кто-нибудь, помогите мне отнести ее к Канди! Искры, соврождаемые звоном металла о металл, брызнули с пегаса, когда он попал под огонь с крыши. Посмотрев вверх, я увидела искалеченную, лишенную гривы кобылы в рейдерской броне, которая вела огонь железнодорожными костылями из чего-то, напоминавшего самодельную паровую винтовку. Рейлрайт, мэр города, прятался за перевернутым верстаком, держа в зубах свеску костылей для перезарядки. Через мой наушник стало просачиваться больше голосов. — Встретили неожиданное сопротивление! — Не так, как в прошлых поселениях! Здесь есть же ребята! Семьи! — Солдат Анклава повернулся к ним, открывая огонь. Второй, закованный в черную броню пегас, пронесся над нами, обрушивая на голову мэра град энергомагических гранат. Сосредоточившись, я отправил их обратно. Заряды взорвались во вспышки разноцветного безумия, разорвав бомбардировщика на куски. Кровь и внутренности дождем обрушились на Рейлрайта. Я почувствовал приступ тошноты, взглянув на ярко-розовые кишки, блестевшие на солнце. — Говорит Винтер, командующий Раптора Кучевой! Не забывайте, что это террористы, снабдившие красного глаза мега-заклинанием, которое он использовал для своей трусливой атаки, во время которой погибли сотни граждан Анклава. Атаки, которая повлекла за собой смерть Харбинджера и множество наших братьев и сестер. Этот день будет внесен в историю как день позора! — вещал рычащий голос на чистоте Анклава. Я была поражена тому, насколько велика была разница между пропагандой, которую Анклав вещал жителям пустошей, и тем, что они говорили своим солдатам. — И позорное использование этих неприемлемых, ужасающих приемов должно лишь укрепить нашу уверенность! Моя контрлотская полицейская броня разогревала все сильнее. Верхние слои начали плавиться, когда два энергомагических сгустка ударили в меня. Еще один поразил вывеску Дидзиду. — Да, я доставляю! — Уничтожая ее предложение о бесплатных экземплярах руководства по выживанию в пустоши. Осматриваясь в попытке понять, откуда в меня стреляют, я заметила пегаску в черной броне, которая приземлилась на балкон таверны Шлагбаум. Похоже, что она привлекла не только мое внимание. Ее стало обволакивать зеленое телекинетическое поле, постепенно поднимая крылатую воительницу вверх и придавая ей вращение. Маленькая пони в моей голове вздрогнула, осознав ошибку единорога за мгновение до того, как пегаска вытолкнула себя из магической оболочки одним сильным взмахом своих крыльев. Атака единорога не только не помешала, но даже наоборот, помогла заклятию прицеливания пегаски обнаружить атаковавшего ее эплузианца. Еще до того, как я смогла взять солдата на прицел, она выстрелила, и удивленный единорог испарился в скорострельном светопреставлении анклавовского энергомагического минигана. Бах! 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 Я жал на спуск малого макинтоша так быстро, как только могла. Несколько пуль отрикошетировало от ее черной брони, но одна все-таки попала в крыло. Теряя контроль и дико вращаясь, пегаска врезалась в грузовой кран новой эплузы с отвратительным хрустом. Будьте стойкими! Пегаска-анклава срикошетировала от металлической стрелы крана и рухнула на землю. Я скользнула взглядом вдоль стрелы вверх и увидела платформу, которую он держал высоко над городом, и рельсы, лежащие на ней. Та же идея пришла в голову кому-то еще. Магическое сияние карамельного цвета вспыхнуло среди мелькающих разрядов под одной из сторон платформ и срезало удерживающие ее цепи. Платформа развернулась вниз, обрушивая всю массу рельс на солдата-анклава, прежде чем та успела унести копыта. Звук, раздавшийся, когда все эти металлические балки столкнулись с землей и другим металлом, прокатился по всей новой эплузе, подобно барабанной дроби какого-то жуткого оркестра. Я съежил, закрывая уши. «И помните, что вашими действиями здесь вы гарантируете вашим братьям и сестрам, вашим семьям, оставшимся дома, безопасное будущее!» «Рэд! Что это ты?» Вещание в моем наушнике внезапно прервалось. Крэшком глаза я заметил единорожку, рыдающую над телом павшего жеребца. Я видела, как выражение безутешного горя на ее лице внезапно сменилось слепой яростью, когда солдат Анклава приземлился на улице неподалеку, тыкая носом неподвижное тело другого пегаса в броне. Я знала, что сейчас должно произойти. Маленькая пони в моей голове молила остановить это, но с моих губ не сорвалось ни звука, когда она левитировала в воздух пулеметное боевое седло мертвого жеребца и прицелясь открыла огонь. Первые пули попали в цель, пробивая броню солдата Анклава и разрывая его внутренности. Но отдача боевого седла выбила его из магического захвата кобылы, разворачивая ствол и несколько пуль прошили саму несчастную единорожку. Еще долгие три секунды после того, как боевое седло рухнуло на землю позади нее, она стояла, обливаясь кровью, с выражением удивленного непонимания в глазах, затем зашатавшись упала на тело жеребца, которого оплакивала, и жизнь покинула ее глаза. Дыхание смерти чувствовалось над всей новой плузой. Ухмыляющиеся пони женицы правили бал. «Хватит!» — кричал Каламити, стреляя через дверной проем позади меня, в двух пролетавших анклавовских солдат. Они обстреливали пучками пылающей плазмы улицу под собой, оставляя лишь сгорающих заживо, кричащих в агоне пони. В голосе Каламити чувствовался гнев и горе. Его крик был душераздирающим, надломленным. «Хватит убивать пони!» В ужасе я приказала заклятию прицеливания игнорировать врагов и переключиться на дружественные цели. Пони, объятые пламенем огнем, были обречены, и я не могла оставить их страдать. Я хотела, чтобы Вильветри Меди была здесь. Я тосковала по ее анестезирующему заклинанию. Но единственным, что я могла им предложить, были пули. «Бах! Бах!» Мое заклятие прицеливания позволяло идеально точно целиться сквозь пламя. Одна голова, одна пуля. Это было проявлением милосердия, и я ненавидела себя за это. Такое чувство, что моя кожа, скрючившись от отвращения, желала сползти с моего тела. «Внимание всему персоналу Анклава!» Новый голос, принадлежавший кобыле, раздался в моих ушах, по вновь заработавшей военной чистоте. «Говорит Редгалер, действующая командующая Раптора Курчевой. Командир Винтер был отстранен от командования. С этого момента приказа отдаю я!» Яростная битва ненадолго затихла. Многие солдаты Анклава остановились, чтобы послушать ее и перезарядить оружие. «Эта битва окончена! Я прибегаю к протоколу «Облачный занавес!» Все силы Анклава должны немедленно отступить и оказать поддержку!» И вот так просто все и закончилось. Солдаты Анклава остановились, повернув головы к солнечному синему небу над ними. А потом все как один поднялись и улетели. Демоны убегали обратно в преисподнюю. Прошло несколько минут, пока пони и новые плузы не перестали стрелять по ним. Но пегасы были слишком быстрыми, и все, кроме одной, вылетели за радиус поражения до того, как горожане под ними начали стрелять в попытках их сбить. Та единственная кобылка пикировала, выделывая в воздухе пируэты. Падающая тень. Она врезалась в дождевую бочку, разнося ее на части. Она истекала кровью, раскрашивая облученную воду. Я упал в дверном проеме, силы покинули меня. Отвращение и ужас сменились оцепенением, отчего мне стало еще хуже. И кроме оцепенения я почувствовал, что меня трясет. Дидзиду спасла новую плузу. Если бы не она, то от города остался бы лишь дымящийся кратер. Но все вокруг меня, мертвые тела, плачущая толпа, говорила, что эта победа досталась нам слишком дорогой ценой. Я наблюдал за тем, как Каламити приземлился рядом с упавшей белой пегаской с фантастической синегривой. Ее грудь то вздымалась, то опускалась. Она боролась за каждый вдох, но все еще была жива. И пока я смотрела, я приметила, что у нее на ремне висел пип-бак. Замок на нем был заперт, наверняка его сняли с трупа предыдущего владельца. Неспособная сама его открыть, она просто повесила пип-бак на себя, как какую-нибудь фляжку. Каламити помог пони Цветохаки положить ее на кусок листового металла и отнести к клинике Канди. Было еще много пони, направлявшихся к этому зданию. У Канди уже закончились палаты, и поэтому она приказала всем раненым выстроиться в очередь у крыльца клиники. Я перевела свой взгляд, уставившись в темноту внутри абсолютно всего. Грифон-телохранитель Дидзиду все еще сидел у окна на втором этаже, высматривая поднимавшихся пегасов, как ястреб, ну или как Грифон. Ужас пробежал по мне, как только я осознала, что никто еще не позаботился о Дидзиду. Я могла видеть ее со спины, освещенную свечением пейерлайт, недвижимую. То, что она не двигается, ведь нормально, да? Отчаянно спросила маленькая пони в моей голове. Это ведь еще ничего не значит. Гули и так мало двигаются. Стил Хувс мог стоять на одном месте часами. Богиня, бедный Стил Хувс. Сильвер Белл сидела рядом с кроватью Гуля, жар феникс свернулась у ее передних копыт. Маленькая пони в голове перестала оплакивать моего рейнджера, ушедшего достаточно давно, и вздрогнула, вспомнив, насколько вредным могло быть свечение пейерлайт для маленькой кобылки. Я молилась богиням, чтобы Дидзиду не потеряла весь свой запас антирадина в тот момент, когда ее фургончик разлетелся на кусочки. Я попыталась подняться на копыта, надеясь доскакать до них, но ноги не выдерживали моего веса. Я взглянул на медицинский дисплей Лума, надеясь, что меня не так уж и сильно поранили во время битвы. Да, броня защитила меня, но я была исчерпана эмоционально, жестоко избита. А спала в последний раз еще перед похоронами, и только солнечный свет давал мне силы и энергию для того, чтобы идти вперед, даже если он был исковеркан. И тут свет начал тускнеть. Я обратила взгляд к небу. Высоко над нами анклавовские пегасы летали от одного края синего круга к другому, рисуя параллельные полосы из облаков на просвете. Странно, я вспомнила старую историю о фигуристах, разрезавших таким образом лед во время зимней уборки. Но когда тонкие линии из облаков начали густеть, разбухать одна за другой, заполняя синие промежутки, я поняла, что это выглядит так, будто кто-то медленно закрывает жалюзи на окне. Пегасы снова скрывали солнце. Облачный занавес Конец первой части